Добрый день, друзья! Здравствуйте! Опять телетранслятор. Поворачиваем на нашу улицу, знакомую нам, дорожку. Смотрите, автотакт начинает движение прямо с колеса. Будет такой сюжет. Вот с правой стороны мы сейчас увидим аграрный техникум, лицей. Раньше назывался совхоз техникум. Сейчас я вам покажу его. О нем речь пойдет дальше немножко. Вон там. Добрый день всем, да. Приветствуем на канале Автотакт. Вот хорошо сейчас как раз вход виден в техникум. Да, мы к чему это здесь остановились. Потому что там сейчас дальше я вам покажу, чем занимался техникум, какие виды деятельности. Вот если мы говорили о техникуме, вот это его поля. И вот здесь на этом поле, вот смотрите, вот это поле. Здесь были виноградники. Все было в виноградниках. Именно вот эта карта. Здесь был виноград грузинский сорт. Эркацетели. Прекрасный виноград. Пирамидальные кусты. Гроздья увесистые. Виноградик. Ну, золотистый. На солнышке играл, как мех шанхайского барса. От бледно-розового цвета до золотисто-желтенького. Такой вот был виноград. Ну, видите, как не хочется говорить, что был. Я думаю, что нас зовут аграрная академия. И начнут районировать это все, опять возвращать. Потому что его не только кушали. Кушали вы его когда? Да, я вот хотела сказать, что я когда маленькая была, мы сюда приезжали. И работники нас угощали. И прямо с куста даже не нужно было мыть. Прямо с куста. Видишь? Не было никаких таких охранников, камуфляжа. Все это было так вот, таким образом. Но не только кушали этот виноградик. Из него делали еще винцо. Здесь был винце, который производил прекрасное вино. А вот мы вот это, я почему заострил внимание, что вот эта дорога на набережной, как мы в подспорье проехали, и едем в сторону набережного. А мы сейчас с вами посетим источник. Вот мы вам обещали, что заедем на источник. Вот это коса, а источник немножко дальше. Как мы и говорили вам, вот съедем до следующего перекрестка. Мы упоминали о нем. И непременно посетим его. Перекресток. Вот указатель виден с правой стороны. И мы поворачиваем налево, как и показывает стрелочка на указатель. Мы поворачиваем налево, мы ходим налево, как водяной да водяной. Вот такой вот, видите, вот такая дорожка. Я вас предупреждал, что дорожка будет полевая. Можно ехать потихонечку, чтобы пыль не попадала в салон. Ну а можно закрыть полностью окна двери, включить печку. И создастся такое разрежение, и пыль не будет попадать в автомобиль. Вот видите, здесь такой ландшафт, пейзаж обычный для нашей местности. Вот такое вот сочетание степи и моря. Лиманы. Вот здесь видно, как отлично видно. Но вы знаете, здесь могут появиться и фазаны. Обыкновенные дикие фазаны. Огромные фазаны. Фазаны это, как они правильно называются? Фазан называется фазан степной обыкновенный улучшенный. Улучшенный в плане расцветки? Нет, в астрономическом. Ох, извините, может это самое. Но говорят, что фазан, приготовленный в дровяной итальянской печке, очень вкусный, очень вкусный фазан. Ну я думаю, он занесен в какую-то книгу, его нельзя хватать. Да его не так просто уловить. Вот мы сейчас его не увидим. Хотя они бывают, выходят, когда вот здесь пшеничка остается, они ходят, кормятся. Перебегают дорогу. Перебегают дорогу. Ну, красивейший, как раз. А девочка-курочка, она маленькая, такая серенькая. Она когда увидит шум, опасность, она приседает в траву. Так раз присела и сливается с травкой. Ее не видно. Так она себе думает. Видите, в это время суток место посещаемое. Оно людное. Здесь людей много. Люди набирают водичку. Видите, вот сейчас мы смотрим. Вот подходим, вот мы подъехали. Здесь такая вот импровизированная стояночка. Ну, вообще, места очень много. Вот сейчас мы набираем водичку. Водичка целебная. Ничего, ничего, ничего. Водичка целебная. Вот, смотри. Пробуй. На вкус водичка. Как? Очень соленая и такая едированная, что ли. Ну, очень такая бодрящая. Ну, если говорить о составе водички, значит, здесь примерно 12 минералов присутствует. Морская соль. Ну, йод присутствует, присутствует само собой. Но если брать такую местную легенду, вот и рассказать. Я вам же скажу, здесь такой темной-темной-темной ночью ходил черный-черный рыбак. Он тосковал о сетях, которые у него забрала инспекция. Поэтому плакал. И на этом месте с его слез появился такой источник. Ну, это такая реальная история. Если брать такую историю настоящую, как бы, как он возник. Значит, здесь в свое время, где-то в 70-х годах, бурили скважины. Их вот по периметру бурили штуки 4-5, наверное. И вот те же скважины, которые запломбировали, они не проявили себя. А вот эта одна скважинка, она появилась. Значит, сначала была такая лужица желтого цвета. Затем водичка стала пробиваться, пробиваться. Потом трубочку поставили такую. И вот сейчас установили вот такой уже комфортный. Облагородили. Облагородили, да. Вот мы видим. Легенды конкретно еще не придумано. Все это впереди. И, ну, я думаю, что вот такие вот будут всякие сказки, байки. Для чего водичка? Вот водичка, понимаете, лечит суставы, промывание, ухо-горлонос. Вот практикуют ее, даже набирают. Вот она сейчас такая кристально чистая. Цвет у нее, видите, прозрачный. Но в армии, когда постоит немножко, она делает осадок. Это ее не делает... Мутнеет, мутнеет. Да, да, мутнеет, кажется. Это не делает ее хуже или лучше. Она сохраняется. Ее не надо даже закрывать. Можно не закрывать кто как, кто на что гораст. Вот мы сейчас будем еще покажем, как это происходит купание в этой купели. Рядом с источником можно посмотреть вот типичную природу, характерную для побережья Азовского моря. Видите, такая степь, уходящая в море, простор, широкие горизонты. Наш вид такой. Лиманы, они как и соленые, так и пресные есть. Здесь много всяких животных, оленей. Ну, олени их выращивали, но они ходят диким образом оленей. Да, в пересушенном лимане часто можно увидеть следы таких животных. Кабан можно. Кабанчик может погулять здесь. Так водичку набирает. Видите, вот здесь такой вот краник есть. Параллельно подсоединена водичка от купели. Вот такая вот здесь. Люди купаются. Вода ледяная, холодная. Всё. 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 Вот такое здесь. Здесь люди заходят прямо в купальник. Это место просто, чтобы немножко уединиться, побыть наедине. Вот заходим в купель. Момент такой. О-о-о-о. Обряд. Ошуществляется обряд. Обряд осуществляется. Какие впечатления. Очень, очень холодная и очень бодрящая. Но это того стоит. Приезжайте на источник и освежайте тело и душу. Вот такой, видите, источник. Как вы видели, он очень посещаемый. Людей очень много. Вот здесь монетки люди оставляют. Так сказать, чтобы поддержать тех людей, которые здесь поддерживают. Вот в таком состоянии, в котором мы сейчас видим. Мы видим всё это в реальной, в реальной жизни. Такой случай вот буквально с нами произошёл, когда мы вот это собирались окунаться, заходить в купель. Ну, машинально, где-то с волосиками слетела серёжка золотая. У меня упала серёжка, да. Прямо туда. Но мы не видели, куда она упала. Начали суетиться, искать под машину, заглядывать туда-сюда. Обошла всю территорию, искала, думаю, может, по пути, пока снимала одежду. Да, видели, такой был немножко грустный вид. Но потом решили, что забыли дома. А потом, когда я окунулась... Чутьё какое-то подсказало, скажи. Да, и как-то вот чувствуется, ну, как будто вот само место подсказывало, что побудь ещё здесь, поищи. И я так рукой там под водой на ступеньке... Так после нас купались люди? Да, люди купались после нас. И я потом рукой пощупала на ступеньке. И оно там лежит, представляете? Под водой на ступеньке. Всё-таки какое место? Да, вернули, вернули, да, вот такое. Хотя золото любит убегать. Но вот видите, такое вот место. Вот и не верь легендам, вот и не доверяй вот этим всяким домыслам. Место необычное. Место необычное. Правда необычное. Вот каждое посещение вот сопровождается таким необычным каким-то вот событием. Ну, приятным событием, восторгом. Это правда. Мы уже уезжаем, заканчиваем наше видео. Мы не вдавались в какие-то детали или подробности. Не говорим вам каких-то фактов, которые вы можете и так самостоятельно посмотреть в Википедии. Мы хотели снять неподготовленно, вот спонтанно, как это есть. Как это есть в жизни, как оно выглядит на самом деле. Надеюсь, вам понравилось это видео. Передаем привет каналу Автотакт. И мы вот чувствуем, как будто вы с нами едете в автобусе. С нами, вот мы все вместе здесь. Как бы такое вот впечатление. Ждем вас. Проезжайте к нам. Вот проезжайте. Мы будем вот так вместе все ездить и это все снимать. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.